На минувшей неделе руководители кооперативных организаций Краснодарского края приехали в Славинск-на-Кубани, чтобы посетить объекты райпотребсоюза и городского потребительского общества, после чего прошло расширенное заседание совета. Подробности в материале моих коллег. Об импортозамещении в агропромышленном секторе шла речь в ходе рабочей встречи руководителей кооперативных организаций Краснодарского края с представителями Славинского райпотребсоюза. Краевую делегацию возглавил председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Владимир Харламов. Не случайно представители Краснодарского края потребсоюза приехали именно в Славинск-на-Кубани. В условиях жёсткой конкуренции районному потребсоюзу удалось не только сохранить производственно-торговую базу и финансовую стабильность, но и по многим направлениям увеличить объёмы деятельности. Одно из показательных предприятий – Славинский кирпичный завод Крайпотребсоюза. Владимир Харламов осмотрел ремонтно-механическую мастерскую, центральный склад, ремонтный бокс и формовочное отделение. Директор завода Владимир Прах рассказал о том, что первая продукция была выпущена в 1979 году. Более чем за 35 лет произведено 276 миллионов кирпича. Следующим объектом, куда отправились представители Краевого потребсоюза, стало потребительское общество «За год контора». В ходе беседы с председателем «За год конторы» Владимиром Гетьманом Владимир Харламов отметил положительную работу предприятия. По словам Владимира Ивановича, на основе использования собственных ресурсов нужно как можно больше расширять ассортимент товаров и услуг на местном рынке, продолжать работу по закупке у населения продукции собственного производства. Также необходимо и дальше обеспечивать личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства кормами, семенами, удобрениями, сельхозинвентарём. Сегодня специалисты со всего Краснодарского края, со всех муниципалитетов практически съехались в Славинск на Кубани посмотреть работу за год конторы. Она одна из лучших у нас в крае, они развиваются сегодня на этой теме. Вот мы сегодня посмотрели засолочный цех, цех хранения. Он рассказал о том, каким образом они участвуют в рынке, как они участвуют в торгах, сколько у них заявок. Чем, конечно, она еще привлекательна своей деятельностью заготовительная контора Славинского района, тем, что они далеко работают за пределами нашего своего муниципалитета. Они занимаются краевыми поставками в Краснодар, они работают с Абинском, они работают очень здорово с Новороссийском. Это крупный город. И приехали по обмену опыта посмотреть, а может быть, даже вспомнить хорошее, забытое, старое прошлое. Последним объектом, где побывала краевая делегация, стал магазин «Универмаг» Славинского городского потребительского общества. Это одна из немногих торговых точек, где можно приобрести товар отечественного производителя – пальто, ткани, обувь, швейную фурнитуру и многое другое. В завершении встречи состоялось расширенное заседание Совета по вопросам деятельности Краевого потребсоюза. Собравшимся Владимир Харламов рассказал о работе депутатов Законодательного собрания края и руководства Крайпотребсоюза. Рекомендовал активизировать сотрудничество с представителями малых форум-бизнеса, смелее использовать инновационные формы работы совместно с ветеранами организаций, которые за годы работы изучили все тонкости и нюансы потребкооперации. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».